Это то, что как взрослый мужчина… О, один из них сошел с ума. Итак, господа, сегодня мы будем говорить о часах, и я хочу начать вот с этих. Это Т-150. Звучит как Терминатор. Друзья, я влюбился в эти часы моментально, когда был еще в восьмом классе. А вот их предшественник, это Т-100. Я увидел их на eBay и сразу купил обе пары, потому что они напомнили мне о том времени. У меня не осталось моих оригинальных часов, но я помню, как себя чувствовал, пока собирал деньги целый год. Мне давали четвертаки на молоко в школу, а я просто их копил. Я собирал 50 долларов четвертаками. Я не понимаю, как я это сделал, но я помню, как я купил себе эти часы. И я могу сказать, что они были для меня очень дороги примерно до старших классов, когда я их потерял. Это было очень прикольно, иметь возможность сказать время в любой точке мира. Или знать температуру в мире, даже если это было не всегда верно. Суть в том, что я полюбил часы с раннего детства и теперь я хочу поделиться с вами, друзья, своей коллекцией часов. Начнем, пожалуй, с моих электронных часов. У меня их тут 24 пары. У некоторых из них есть хорошая история, а у некоторых вообще нет никакой. Так что давайте я вам покажу, что тут у меня. Первые часы это F91W. Для моей кисти в 16 с половиной сантиметров эти часы очень узкие. Так что если вы не высокий парень, это отличные простые часы. Очень дешевые, возможно не самые стильные часы. Но определенно классика и очень точно ходят. Часто ли эти часы попадают в мою ротацию? Ответ нет. Я купил их из любопытства. В интернете были дебаты по поводу этих часов. Говорили, что они для детей. Я не стал бы заходить настолько далеко, но сказал бы, что они очень маленькие. Так что если вы небольшой парень или хотите подарить часы подростку, то это отличный подарок. Итак, далее у нас идут Кассио банк данных и калькулятор. Если кто-то знает в чем разница, тогда пишите в комментариях. И я помню, ребята, как эти часы появились. Я тогда был в средних классах. Я тогда подумал, было бы круто иметь такие вот часы. Было бы удобно использовать их на экзаменах. Если вы не в курсе, в то время калькуляторы были огромными. Так что было круто иметь калькулятор у себя на руке и при этом не выглядеть как ботан. Получить хорошую оценку на экзамене по математике. Конечно их запрещали, я просто считал, что это круто и точно не считал бы себя каким-то отличником, если бы носил такие. Далее, это серебряный золотой вариант банка данных. Их я купил, потому что они просто очень крутые. Только вдумайтесь, вы приходите на вечеринку, там все в роликсах, а вы на деле вот такие вот. Да вы свернете им шеи. Честно скажу, как бывший математик, это просто прикольно и весело. Так что да, эти часы я иногда ношу. Далее у меня есть парочка таймекс. У меня есть Айронмен, еще есть Экспедишн. Итак, я помню, когда Айронмен только вышли, эти часы были просто умопомрачительными. Ты мог плавать с этими часами, они считали круги. Все для тренировки. И мне нравилось, что все очень хорошо видно на этом экранчике. А вот Экспедишн я прихватил просто за компанию. Они мне понравились, у них есть прикольный компас вот тут. Повторю, отличная видимость. И в целом, хорошо выглядят. Далее у меня идут Кассио Спорт и модель F108. Если мне не изменяет память, то Кассио Спорт вышли в то же время, что и Айронмен. В то время все хотели сделать такие часы, чтобы они были более читаемы. Поэтому и цифры стали больше. Вот что мне в них не очень нравится, и почему бы я выбрал Айронмен, а не их. Несмотря на то, что мне нравится их форма и дизайн, но вот в ночное время увидеть что-то на экране было очень трудно. Да, у них есть подсветка, но все равно. Она не так хорошо работает. Далее у меня модель F108. Они очень похожи на модель Спорт, но мне кажется, что у этих более крепкий корпус. Если приглядеться в этих местах и на пластик. Технически они не противоударные, но для меня это первая модель, когда я их увидел, я подумал, что они противоударные. Но на самом деле это просто очень прочные и доступные часы. Мне нравится размер. Он похоже такой же, как и у модели Спорт, но они немного больше. И это мне нравится. Далее у меня есть DW5600 G-Shock. Итак, G-Shock, как и все остальные модели G-Shock. Но именно на этой модели и с этим дизайном у меня все началось. У них очень простой дизайн. Люди делали с ними сумасшедшие вещи. Когда я служил во флоте, это были самые простые и очень удобные часы. Они не были гламурными, они не были дорогими. Так что если бы ты потерял их, то легко мог купить себе еще одну пару. Суть в том, что это были крепкие часы. У тебя была пара на руке и еще одна пара в рюкзаке, как запасные. Далее идут G-9000 Madmaster. Я всегда думал, если эти часы можно погрузить в воду на 200 метров, можно ли их погрузить в грязь. Но это не так. Если кто-то из вас разбирается в механике, то пишите в комментариях. Но прикол в том, что вам не надо волноваться, что в них что-то попадет. Они просто будут продолжать работать. Как я понимаю, у них двойная защита. У них 21 временная зона и секундомер. В общем, все, что есть в G-Shock, есть и в этих часах. Далее у нас идут DW9052 и G7900. С этими часами я бы хотел, чтобы у меня была с ними история, но нет. Но я беру их с собой в бассейн. Я играю со своими дочерями в такую игру. Я запускаю таймер и бросаю их в воду. И кто из них находит и приносит мне часы быстрее, тот и победил. Далее идут GD100, GA110, GA100L. Эти часы я купил только потому, что я очень подсел на модель G-Shock. Я тогда говорил так, я покупаю их на Амазоне и могу вернуть. Так что буду считать это бизнес-затратами. Итак, GG100, лучший из Мадмастер. Это очень классные часы, я их обожаю. И я получил их бесплатно от Casio. Они мне их прислали, я тогда делал с ними сюжет. Говоря о красивых часах, вот хочу вам показать GST-B100. Что мне нравится в этих часах, это карбоновый желобок. Это реально уникальная комбинация. У них сочетание темно-синего с черным. Отличные часы. А еще они питаются от солнца, батарейка держит полгода. Поэтому если я их не ношу долгое время, они по-прежнему показывают точное время. У них также есть Bluetooth. Они спариваются с моим телефоном. Раз мы начали говорить о крутых часах, вот хочу вам показать MTG-B100. Да, многие часы крутые. Но когда я пошел в поход с этими часами, я был вдали от цивилизации. Это был мой единственный электронный гаджет, пока я совершал переход вдоль реки в Орегоне. Я могу с ними идти в поход или надеть с костюмом. Да, я надевал их с костюмом. Уверен, что некоторые из вас скажут. О, они слишком громоздкие и слишком casual. Но то, как они сделаны, их изготовили в Японии. Они подключаются к спутнику, к моему телефону. Я могу нажать на кнопку, и мой телефон начнет давать сигнал. Так что я могу найти свой телефон. Я тащусь от этих часов. Давайте пройдемся по модным часам. Я рекламировал разные модные бренды часов на своем канале. У меня нет к ним вопросов. Хотя я видел, как некоторые люди писали, что они слишком переоценены. Но вот в чем дело. Люди покупают модные часы из-за их внешнего вида, а не потому что это ценные часы. Дизайн у этих часов отличается от других брендов. Поэтому я считаю, что такие часы для подходящего мужчины в нужный момент. Это отличная сделка. Первым делом расскажу вам о Винцаро. Эти три пары часов, пожалуй, одни из самых популярных среди тех, которые я надеваю каждый день. Почему я вообще их надеваю? Ну, потому что, когда я путешествую, я хочу, чтобы со мной были такие часы, которые я мог бы надеть в любой момент на любое мероприятие. Взял такие вот часы в свою недавнюю поездку в Украину. Это отличные часы. И мне не надо было переживать за то, что я их потеряю или у меня их украдут. Конечно, обидно, когда они ломаются или их крадут, но с этим ничего не сделать. Далее идут оригинал грейн. Я давно не говорил об этих парнях, потому что они больше не спонсируют мои видео, но вообще хорошая компания и в целом их концепция мне нравится. Смешивание дерева и металла. Это не мой стиль, я не ношу такие. А вот эти часы, да, они мне нравятся. И, наверное, это самые подходящие часы из моей коллекции к костюму. Да, у меня, конечно, есть другие часы, которые я бы мог надеть с костюмом. Но у них у всех есть металлические ремешки. Я могу их надевать с костюмом и, пожалуй, это самые формальные часы в моей коллекции. Но будь ремешок темнее, они были бы еще более строгими. И перейдем к часам, которые я купил за собственные деньги и у которых есть история. Я как-то искал себе бронзовые часы с черным ремешком. Чтобы это были крутые часы для ныряния. Я увидел вот эти две пары часов и купил их примерно одновременно. Они очень похожи, но отличаются моими ощущениями по отношению к ним. Хочу сказать сразу, что вот эти Бареалюс, на мой взгляд, неуклюже и не соответствуют моим ожиданиям. Я потратил примерно одинаково на эти пары часов, но мне намного больше нравится Мако. В целом, их дизайн создает впечатление, что они поменьше. Мне еще нравится то, что они могут опускаться на 500 метров. У них крутой кантик, который тикает. Дизайн и цвет. Это отличный пример того, как маленькие детали на часах могут создавать такую большую разницу. Итак, вот эти часы мне подарила компания Мельбурн, когда я делал импрома несколько лет назад. Хочу сказать, что мне очень нравятся эти порт-си. Кэрлтон классные, но они кварцевые и это отражается в цене. Они будут дешевле. Мне нравится этот квадратный дизайн. Хорошие часики. Но вот этот золотой и коричневый, это просто не моя комбинация. По сравнению с серебром. Скажу честно, когда я начинал создавать свою коллекцию часов, это были первые механические часы, которые я получил. Мне очень нравится тот факт, что они с защитой. Это в принципе то, что я и ожидал бы от хронометра. Очень симпатичные часы. Рекомендую их. Давайте теперь расскажу вам о Сейко. Думаю, вы в курсе, что фанаты Сейко, они радикальны. Они считают, что это лучшие часы на рынке. И зачем вообще покупать какие-либо другие часы? Просто покупай Сейко. Но вот в чем дело. У Сейко есть такие стили, которые мне не очень нравятся. Вот эти часы, они классные. Это хорошие дайверские спортивные часы. Желобок очень качественный. Они показывают точное время. Как бы да, это классные часы. Но я по-прежнему бы выбрал свои сабмарины ранее их. Но вот что меня просто убивает, это ремешок. Он очень дешевый. И да, это такой тип часов, которые можно найти по цене примерно 200 долларов. Так что это ставит все на места, но это по-прежнему классные часы. Итак, я хочу, чтобы вы взглянули на эти часы. На мой взгляд, они переоценены. Это хорошие часы, у них есть история, 1961 год, много вариаций. Мне нравится этот маленький компас, простенький такой направляющий кантик. Но знаете, цвет, дизайн, это не мое. И ремешок, я уже говорил об этом. Необходимо брать новый ремешок для них, потому что этот не подходит. Я знаю, что у них есть другая версия, Blue Alpinist. Но этот стиль, он меня не цепляет. Я скорее попал просто под хайп и переплатил за них. Я просто их купил, потому что хотел, чтобы у меня были такие. Сейчас они стоят еще дороже, чем тогда, когда я их покупал. Ну а сейчас хочу сказать вот что. Я люблю свои Seiko Samurai. На самом деле, мне так сильно нравятся эти часы, что я купил еще две пары в черной версии. Одну для Аарона Марина, а другие для моего сына. Могу сказать только, что мне просто очень нравится их дизайн. Желобок, он очень плавный. И мне очень нравятся эти стрелки. И очень приятный цвет. Очень красивые часы. Они слегка великоваты для моего запястья, но при этом они очень хорошо смотрятся на руки. Очень классные часы. Я очень счастлив, что купил себе такую пару. Далее, Sarp 033 и Sari 055. Вот эти часы, черненькие, будут подороже. Мне было интересно понять, в чем же разница между ними. Я знал, что они немного отличаются по размеру. Понятное дело, что это два разных цвета. Но если я собирался взять себе костюмные часы, то я хотел сравнить их с другими такими же часами, которые у меня уже есть. Могу сказать так, мне очень нравится Sari. Sarp хороши и размер отличный. На самом деле, я бы хотел, чтобы я взял светлые, а не темные. Но мне не очень нравится ремешок. На Sari он получше будет. На них есть совсем немного голубого. Но в целом это невероятно красивые часы. Черные тоже отличные. Но да, вот эти часы я надевал намного чаще, чем эти. Несмотря на то, что эти часы лучше смотрятся на моем запястье. Далее идет Orient. У меня три пары часов от этой компании. Что ж, начнем. Первыми будут Makko 2. Я часто слышал про часы для ныряльщиков, что это отличные часы из автоматических часов. Они отлично выглядят, у них хорошая работоспособность. Так что если вы ищите себе хорошие часы, то смотрите на этот бренд. Признаюсь, мне нравится этот стиль. Если вам не нравится этот стиль, то, скорее всего, вам не подойдут. Но если вам он подходит и вы ищите хорошее предложение, то я рекомендую такие часы. Разница между Makko 2 и Ray 2 незначительная. Посмотрите на циферблаты, вы заметите разницу в цифрах и стрелках. Но в целом очень похожие часы. Я купил вот эти Ray 3. Это была лимитированная версия, и мне они очень нравятся. Я не думал, что мне понравится вот эта нотка золотова, но я ошибался. Она действительно делает свое дело и выделяет эти часы. Но в целом это очень хорошие часы, и я рад, что они у меня есть. Ну а что если вы ищите что-то очень дешевое? То есть прямо по минималке среди дайверских часов. Ребята, вот вам кассию, я купил относительно недорого. Кстати, все эти часы вы найдете по ссылке в описании к видео. У этих часов кантик, он не имеет никаких кликов. Как бы да, он проворачивается, но я бы не доверял ему, если дело касается моей жизни. На самом деле, это забавные часы, если вы хотите такие, потому что вам нравится их вид, и у вас небольшой бюджет. Да, эти часы делают свою работу и показывают время. Если вы хотите что-то на солнечной энергии или сделать очень крутой подарок, тогда вот эти Eco Drive Cities очень классные. Мне очень нравится кейс, в котором они пришли. Коробка выглядела как баллон для кислорода. Не знаю, если кто-то в них ныряет, но они очень функциональны. У них классный резиновый ремешок. На них есть информация об ограничениях. Очень простые и приятные дайверские часы. Как же насчет не очень дорогих брендов, о которых большинство людей даже не слышали. Я прикупил себе Stirling и Phobias. Мне нравится дизайн Phobias, а Stirling не очень. Он прикольный, все четко и ясно. Они больше похожи на полевые часы. Но вот эти часы мне очень нравятся. И мне нравится их логотип, этот осьминог. Очень классные часы. Я бы рекомендовал их. Никакая дискуссия о дайверских часах не была бы полной, если я вам не расскажу об Invicto. Я купил их, потому что их можно увидеть везде, поэтому я решил взять, проверить. Но мне кажется, что они слишком яркие. И вот эти вот детали. Invicto, вот прямо тут сбоку. Зачем вообще им это было делать. Название также есть и на тыльной части, так что у вас нет шансов забыть, как называется бренд. Они в порядке, но я бы их не рекомендовал. А вот Loreo, например. Большинство людей даже не слышали про них. Это китайская фирма, но мне они очень нравятся. Они выглядят как субмаринер. За соточку долларов, ребята, поищите и вы найдете этот бренд. Крутой дизайн, который они украли. Это очевидно. Далее идут часы EMG и у меня есть пара Nemo Diver. Я не думал, что мне понравятся эти часы так сильно. Конечно, они не супер дешевые, я отдал за них порядка 500 долларов. Но это микро бренд и они мне очень понравились. Они забавные и выглядят достойно. Только посмотрите на этот ремешок. Кажется, он называется рис. В общем, у них все очень плавно и я доволен ими на все 100. Следующие часы это Reaction от Кеннис Коул. Не знаю насчет дизайна, знаю только, что их подарила мне сестра и это недорогие часы. В них даже нет сейчас батарейки, так что они не ходят. Они мне напоминают о ком-то, которого больше нет рядом. Поэтому мне нравится, что они могут напоминать мне об этом. Далее это Монто Оушен Кинг. Если вы не знакомы с ними, то для вас я оставлю ссылку в описании к видео. Я просто поклонник того, что Джастин там делает. Это микро бренд и их часы не самые дешевые. Они стоят от 1000 до 2000 долларов. Но они ощущаются как Rolex. Но то, как двигается этот желобок, это круто. Все, что он делал в этих часах, во всем читается мысль, что он стремится выйти на уровень Rolex. И в то же время они пошли в сторону своего дизайна и своего стиля. Вот как тут комбинация синего и стали. Мне нравится, что можно зайти на их сайт и выбрать себе различные комбинации. Это классная компания и я рад тому, что могу привлечь ваше внимание к этим ребятам. Идем дальше. Так, Хойер Монако. Обожаю эти часы. Синий джинсовый цвет. Обратите внимание на их оформление. Эта модель дань Стиву Макуину. Он носил такие часы на правой руке. Когда я их увидел, я посмотрел на их размеры, подумал, что они слишком большие для меня. Я точно не возьму их, пока в один день я не померил их в аэропорту. Кстати, рекомендую, если вы путешествуете, попробуйте примерять в аэропортах часы, которые вы не думали даже, что они вам могут понравиться. Я померил эти часы и влюбился в них. Я подумал, да, они большие, но я все равно буду их носить. Мне, кстати, нравится, как у них нет тега на логотипе. Такие вот маленькие детали выделяют их на общем фоне. Из всех часов, которые мы обсудили, какие мои самые любимые. Я скоро вам покажу. Несмотря на то, что у меня есть сентиментальные привязки ко всем этим часам, и за которые я заплатил деньги, вот эти часы, это мои часы по умолчанию. Я не хочу сказать, что я просто забил на все свои остальные часы, которые для меня имеют эмоциональную привязку. Но, тем не менее, вот эти часы, Тьюдор Блэк Бэй 58. Если почитать все разы, которые я их надевал, то это самые популярные часы этого года. Конечно, Rolex Explorer, до них я доберусь через пару секунд, они где-то рядом с этими. Но эти часы, в них есть что-то такое, что привлекает меня больше. Мне нравится вот эта красная стрелочка, их размер просто идеальный. Мне нравится их качество, браслет сделан на совесть. Очень простые часы, их легко носить. Так что это, пожалуй, мои самые любимые часы. Ну, перейдем к Rolex. У меня есть четыре пары. И первые, о которых я хочу поговорить, это Submariner. У меня нет никакой истории к ним, я просто разговаривал с одним своим товарищем. Эй, у меня есть пара, можешь их потом продать за 10 тысяч, я тебе их дам за 7500. Мне они понравились, я хотел их носить, прочувствовать их на себе. Я себя в них отлично чувствую и своей жене говорю, что это бизнес-затраты. Итак, нет, Submariner. Вот это Explorer. Я говорил ранее о своих Explorer. Я просто обожаю эти часы. Они определенно входят в топ-3 моих любимых часов. Вы просто посмотрите на них, это отличные часы. Они простые, без выкрутасов. Я намотал в них тысячи километров. Я хотел такие часы, которые мог бы носить постоянно. И разве что иногда я хочу узнать дату, и поэтому у меня есть вот эти Datejust. Скажем, это мои более нарядные Rolex. Я ранее говорил о них, я собираюсь подарить их своему другу. Но еще пока не время. Они из белого золота. Это отличные часы. Они уже у меня много лет, мы купили их с Аароном. Мы хотели отпраздновать аншлаг нашей конференции ManFluential пару лет назад. У меня с ними есть хорошие воспоминания, но я не так часто их ношу. И, наконец, мои яхтмастеры. Я раньше вам рассказывал о них. Это первые Rolex, которые я купил, когда RealManRealStyle заработал 1 миллион долларов. Я хотел отпраздновать тот год, и я всегда мечтал о Rolex. Поэтому это были мои первые, которые я купил. Я не говорил о своих фальшивых Rolex или фальшивых спаток. Хотите узнать об этом? Тогда смотрите это видео. В нем я рассказываю об этих подделках и почему я купил их. Да, они у меня все еще есть, но я не ношу эти часы. Так что приятного просмотра, друзья.